Тревожный сигнал Пекину чем угрожает Китаю отмена американских пошлин для Канады и Мексики. 20 мая 2019, 16-18. Владимир Цыгоев, Михаил Калмацкий. 20 мая США отменили пошлины на импорт стали и алюминия из Канады и Мексики. По словам экспертов, снятие ограничений связано с ожидаемым заключением нового торгового соглашения между тремя государствами. При этом тарифное перемирие с соседними странами позволит штатам значительно усилить давление на Пекин, считают аналитики. Они прогнозируют, что Вашингтон будет использовать Оттаву и Мехико для замещения китайского импорта и сможет вводить дополнительные меры против Азиатской республики. Чем действия США угрожают КНР? С 20 мая США перестают взимать пошлины при ввозе стали и алюминия из Канады и Мексики. Распоряжение об отмене торговых ограничений накануне подписал Дональд Трамп. Согласно официальному заявлению президента Соединенных Штатов, импорт стали и алюминия из Канады и Мексики больше не будет угрожать нанесением ущерба национальной безопасности. На этом фоне оба государства были исключены из американского списка подпадающих под ограничения стран. Соответствующие постановления опубликованы на сайте Белого дома. Напомним, Вашингтон объявил о введении пошли на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно еще в марте 2018 года. Тогда американская администрация объяснила свое решение необходимостью защитить национальную промышленность от несправедливых условий торговли. С 1 июня ограничения распространились на Европу, Канаду и Мексику. Также по теме. Транспортный тупик. Справится ли европейский автопром с возможным повышением пошлин США? Вашингтон должен до 18 мая определиться с введением новых 25%-ных пошлин на европейские автомобили. В случае положительного решения. Отметим, на сегодняшний день США являются крупнейшим покупателем стали в мире. По данным Министерства торговли страны, в 2018 году основными поставщиками сырья стали Канада – 19% от общего объема импорта, Бразилия – 14%, Мексика – 11%, Южная Корея – 8% и Россия – 7%. Более того, импорт алюминия составляет порядка 90% от потребляемого в Штатах объема. Подобные условия стали заметным ударом для металлургической отрасли США. Так, например, согласно статистике Американского министерства торговли, с 2013 по 2016 год занятость в алюминиевой промышленности страны сократилась на 58%, а к началу 2018-го шесть плавильных заводов были закрыты, и только два из оставшихся пяти предприятий работали на полную мощность. Как отмечают опрошенные АТИ аналитики, введение заградительных пошлин должно было поддержать национальное производство Штатов. В то же время введенные ограничения негативно сказались на работе технологических фирм страны. Повышенные пошлины на металлы, с одной стороны, были призваны защитить внутренний рынок в интересах американских компаний-производителей. Однако оборотной стороной выступило то, что компании-потребители в обрабатывающих отраслях, выпускающие технологичные товары, столкнулись с удорожанием необходимых материалов. Это, в свою очередь, снизило рентабельность компаний, пояснил в беседе с РТ, руководитель группы аналитиков ООО «Цафт» Марк Гойхман. Впрочем, по словам экспертов, одной из главных причин отмены пошлин Вашингтоном стала подготовка к заключению нового трехстороннего торгового договора между США, Канадой и Мексикой. Документ заменит подписанное в 1992 году Североамериканское соглашение о свободной торговле и, как ожидается, будет ратифицировано уже до конца июля 2019 года. Об этом ранее сообщил телеканал CTV со ссылкой на канадского посла в Вашингтоне Дэвида Макнатона. Как утверждают аналитики, инвесторы позитивно оценивают действия США, поэтому решение отменить пошлины окажет краткосрочный положительный эффект на мировые фондовые рынки. В то же время вывод Канады и Мексики из ограничительного списка Вашингтона еще не говорит о скором окончании торговых войн штатов против других государств. Об этом в интервью RT рассказал главный стратег универ-капитал Дмитрий Александров. По словам эксперта, после снятия пошлин США смогут использовать Канаду и Мексику в качестве источников для замещения китайского импорта. Такие действия, в свою очередь, позволят Вашингтону дополнительно усилить давление на Пекин. Отмена пошлин для Канады и Мексики как раз указывает на то, что США готовятся к жесткому противостоянию с Китаем, и для Азиатской республики ограничения не будут сняты, а, скорее всего, наоборот. Послабления для Пекина возможны только в том случае, если он пойдет на все требования представителей Соединенных Штатов на переговорах, что на сегодняшний день маловероятно, объяснил Александров. Любопытно, что, как пишет The Washington Post, в обмен на снятие тарифных ограничений от ТАВА и Мехико будут препятствовать попаданию китайской стали в США через территорию Мексики и Канады. При этом, по словам экспертов, одновременно с усилением давления на Китай Штаты не станут ослаблять и действующие ограничения в отношении Европы. Главная цель подобной стратегии заключается в ослаблении глобальных позиций евро. Об этом в беседе S.R.T. рассказал профессор Московского гуманитарного университета Алексей Скопин. Своими ограничениями против Европы Трамп хочет окончательно ослабить позиции евро, чтобы нацвалюта региона не укреплялась в качестве конкурента доллару как расчетная и резервная валюта. Особенно это актуально сейчас, когда из-за торговых войн другие страны начинают терять доверие к США как к добросовестному торговому партнеру и, соответственно, снижается доверие к доллару, заключил Скопин. Субтитры создавал DimaTorzok